Последнюю в уходящем году региональную неделю депутат Государственной Думы Российской Федерации Аркадий Пономарев завершил приемом избирателей. Как известно, Аркадий Николаевич представляет интересы тех, кто проживает в Новоусманском, Каширском и Лискинском районах Воронежской области, а также в Левобережном, Железнодорожном и Центральном районах столицы Черноземья. На этот раз рассматривались обращения о помощи в благоустройстве стадиона в селе Никольское, одном из пригородных микрорайонов на территории Левобережного района, а также о содействии жильцам многоквартирных домов по улице Фридриха Энгельса в Центральном районе в оформлении документов на земельный участок во дворе, где застройщик бросил объект на стадии котлована. Самым острым было обсуждение проблемы ежегодного отключения энергоснабжения в ноябре-декабре населенных пунктов в Новоусманском районе. Неоднократно происходит отключение электроэнергии, где весь поселок буквально остается не только без воды, потому что у нас нет водопровода, но и в данный момент без тепла. В поселке более 300 жителей, из них вы знаете, что дети, старики, поэтому в зимнее время очень тяжело находиться без света. Я говорю в данный момент про себя. У нас в доме маленький ребенок. Вот представляете, что такое на сутки практически чуть-чуть света. Аркадий Пономарев выяснил с представителем энергоснабжающей организации МРСК Центра, что люди страдают из-за отсутствия дублирующих сетей энергоснабжения и порочной практики предупредительных ремонтов не в летний период времени, а уже в осенне-зимний сезон. Он потребовал в кратчайшие сроки решить эти вопросы, взяв их на личный контроль. Выполняя наказ избирателей, депутат сдвинул с мертвой точки проблему с разработкой проектно-сметной документации на строительство пристройки к средней общеобразовательной школе номер 77 микрорайона Масловка в Левобережном районе. И представители школьного родительского комитета поблагодарили его, так как это позволит приступить к строительству в ближайшие годы. Наша школа переполнена более чем в два с половиной раза. То есть нам нужна была именно огромная пристройка для нашей школы, отделить нашу начальную школу от старшего звена. На протяжении очень многих лет мы добивались этого, обращались по различным уровням власти, но вот только Аркадий Николаевич смог нам помочь. За очень короткое время он обратил на нас внимание и на данный момент выделены средства, будет проектирование нашей школы.